В студии Кругозора В студии Кругозор В студии Кругозор В студии Кругозор Народный комиссар спасал положение, прикрывая опоздание актерской группы. На креноме редактора возвестило приезд артистов, положение было спасено. То, что Луначарский в течение получаса экспромтом, изящно и доходчиво, говорил с миллионой аудитории, это иначе как чудом ораторского искусства нельзя назвать. Слушайте речь Анатолия Васильевича Луначарского о культурной роли граммофона. Человеческое слово могуче, но речь живая, слово звучащее, гораздо сильнее, чем слово печатное. Оно богато разнообразием интонаций, оно согрето чувством, оно делается более убедительным. Дело, однако, в том, что оно ограничено. Оратор может обращаться только в одном каком-нибудь месте, в совместной небольшой аудитории. Так это было до тех пор, пока не изобретено было радио. При помощи радио, говоря у микрофона, вы можете иметь миллионы слушателей, рассеянных в самых разнообразных местах. Но если радио является таким образом большой победой над пространством, оно бессильно перед временем. Ваша речь или ваша песня звучат до тех пор, пока вы говорите у микрофона. В этом отношении великую победу не только от пространства, но и от временем одерживает граммофон. И в соединении с радио он, может быть, получает свое наибольшее могущество. В самом деле, на граммофоне вы запечатлеваете вашу речь, и она остается на какое угодно время. Вы во всякую минуту можете заставить ее вновь звучать, где вы находитесь, там, где потребность в этом представилась необходимой. Давно уже отзвучала речь, но она содержится у вас в отпечатке. Давно умер данный человек, и он все еще может обращаться своей горячей речью к своим потомкам. Это, разумеется, огромнейшее завоевание. Отсюда возникла мысль о создании больших граммофонных архивов, куда включался бы и разный этнографический материал. Материал музыкальный, материал публицистический, научный и так далее. Все то богатство тем, которое может быть обработано живой человеческой речью, включая сюда художественное чтение, исполнение различных ролей артистами и так далее, может быть запечатлено в таком архиве более или менее практически навеки. Вот почему, конечно, дело создания такого архива является предметом огромной политической важности и огромной культурной значительности. Представьте себе в самом деле в будущем, в скором будущем, так это дело не столь трудное, что мы имеем такого рода граммофонные хранилища, и что мы во всякое время можем, и при том, пользуясь радио, на любое количество слушателей и на любое расстояние, заставить звучать любое словесное произведение, прочитанное самим автором или великим артистом, независимо от того, где он находится, жив ли он еще, что мы можем комбинировать таким образом, какие угодно вечера, лекции, комментарии, противопоставлять одни мнения и другим. В этом отношении, несомненно, человечество получает новое, могучее орудие в свои руки для своего культурного строительства. Я прослушал запись выступления Анатолия Васильевича и убедился, что все то, что он говорит о других, применимо прежде всего к нему самому, ибо мы воспринимаем и восстанавливаем в памяти речь самого Анатолия Васильевича, неутомимого пропагандиста, блестящего оратора, настоящего советского гуманиста, человека нашего советского возрождения. Анатолия Васильевича